всем добрый вечер и жду когда кто-то подкликнется надеюсь что товарищи по счастью опередят всех подписчиков кто еще не знает такое сочетание что значит быть товарищ по счастью и жду когда павел наш сегодняшний гость обозначится так подождите мы приглашаем больше подписчиков ваш эфир замечательно пока еще никого не вижу надеюсь что кто-то даст о себе знать что несмотря на расстояние все таки смогла сегодня выйти в эфир ожидание это конечно не мое любимое дело но проявлю волю вспомню свое любимое упражнение пауза мастера подышу вдох и выдох я надеюсь что это не значит что меня глушит и я не и не смогу выйти в прямой эфир мы сообщаем так замечательно уже кто-то первый подключился в прямой эфир как меня слышно дайте знать пожалуйста отлично я вижу там появились первые значки это значит что я что меня слышит и видят теперь я хотела бы сказать что павел я надеюсь что ты меня слышишь так пока его не так отлично все павел здесь у нас уже отлично запрос так отлично и для тех кто у нас подключился я напоминаю о том что я юлия кузяева врач аллерголог психолог и занимаюсь оздоровительным цигуном так как как нас сейчас отлично 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 вот я не успела здравствуйте здравствуйте а нас нас пока еще мало человек смотрит но я так долго подключалась я волновалась что вообще не случится это соединение но чудо произошло и я находясь на кипре ты находясь петербурге мы сегодня будем говорить о счастье а для тех кто подключается я хотела бы вам представить замечательного молодого пермского писателя и я тебя поздравляю с тем что ты финалист конкурса большая книга спасибо я считаю что одна из самых престижных самых престижных конкурсов и также поздравляю что книга добыть тарковского нашла в шорт-лист то есть скажи пожалуйста для тебя это было ожидаемо не для меня это был большой сюрприз потому что но в каком-то смысле книга дебютная добыть тарковского то есть у меня до этого выходила книга халулаец в казахстанском издании но она скорее стала фактом моей биографии да чем чем-то больше а тут добыть тарковского и плюс еще рассказы у нас вот сейчас эта ситуация меняется но в целом когда я обивал пороги издательств с рассказами мне говорили приходи с романом мальчик вот и тут и тут вот финал для меня финал большой книги это почти как победить он слушай а это однозначно победить потому что я же начала читать тебя фейсбуке вот эти твои маленькие рассказы и сначала честно скажу для меня это была такая чистая физиология жизни это меня ломала но но что-то меня знаешь как бы цепляла в твоих раз в твоих постах твоих маленьких рассказах и потом я сама себе ответила на этот вопрос что в принципе ты мне на самом деле показал поколение вот наше молодое поколение 21 века о том как жить реалистично но вместе с тем несмотря на все страхи загоны препятствия ну я бы даже сказала дно да из этого всегда есть выход и тем самым ты создаешь новую реальность и я тебе бесконечно благодарна за то что вот последний пост который удивительным образом пришел в мою ленту когда я тебе подумала о том что я хотела бы на этой неделе провести прямой эфир именно с тобой и вдруг моей ленте появляется твой пост я думаю неужели вот каким образом это происходит для меня загадка но мы с тобой еще на эту тему сегодня поговорим вот а так как на моей странице мы говорим о счастье и счастье и каждый делится своим счастьем можно я тебе сразу задам уже первый вопрос а что для тебя счастье ну вопрос на самом деле очень сложный потому что вещь это как мне кажется трудно уловимое счастье но вот в библии есть такая цитата апостол павел говорит бедный человек чего хочу не делаю чего не хочу делаю и вот мне кажется счастье это делать то что хочешь и не делать того чего не хочешь ну то есть как 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 бы это лаконичнее владеть собой в полном смысле этого слова вот и и вот наверно наверно как то так то есть это не какое-то семиминутное переживание а вот для меня для меня наверно сейчас счастье то есть между между словом счастье между словом гармонии между словом покой можно поставить знаки равно как то так скажи пожалуйста вот у нас сегодня ты ты уже участвовал в нашем марафоне дыши дыши со мной и это как раз касалось там затрагивали вопросы здоровья но вот сегодня и ты знаешь конечно про наш проект счастливую субботу и мы с тобой поочию из фейсбук познакомились когда я тебя пригласила чтобы ты приехал на лекцию к нам демиткова почему-то вот именно с тобой я хотела на тот момент познакомиться и ты мне уже тогда сказал что вот у тебя большие планы и и скоро будет журнал а потом будет книга и это было три года назад и за три года ты прямо так выстрелил и значит ли для тебя что вот ну можно ли в состоянии гармонии баланса так стремительно вырасти в своих по своем творчестве и своих достижениях скажи пожалуйста ну вот если про писательство говорить условно говоря я там 14 лет до 30 набивал свои шишки там страдал мучился радовался сходил с ума и так далее и тому подобное а потом в 30 лет у меня то есть я сумел успокоиться на какое-то время скажем вот ну то есть я лечился от гепатита c заболел гепатитом c лечился гепатита c полгода там очень тяжелое лечение и я как-то все очень сильно переосмыслил за эти полгода а там что происходит там блокируется серотониновый каскад ну на химическом уровне и ты живешь в глухой депрессии то есть и и в общем сложилась первый раз в жизни такая ситуация что я не мог полагаться на свои чувства ну на то что я хочу потому что ничего не хотел да и вот вот есть конфликт между хочу и надо вот у меня хочу исчезла и как бы осталось только надо то есть я составил себе расписание на день и у меня кроме этого расписания ничего не было неважно хочу я выполнять это расписание или не хочу я это просто делаю и вот это вот какая-то структурированность упорядоченность вот внешне она и внутрь меня проникла под кожу постепенно и я стал то есть и я как-то от самого себя отстранился и тот опыт который я получил вот именно этот эффект отстраненности позволил его конвертировать в рассказы то есть когда ты погружен в ситуации да когда ты то есть писатель в каком-то смысле он сначала живет жизнь потом с этой жизни сходит на обочину и с обочины со стороны глядя на нее да он может эту жизнь превратить там в текст какой-нибудь на хороший ну к примеру там или в полотно или в симфонию и вот и и и эти периоды чередуются то есть вот ты сидишь на обочине ты вообще ловишь дзен да и ты спокоен и ты пишешь при этом а потом бах и ты уже не можешь и ты снова в эту жизнь рвешься опять набиваешь шишки получаешь опыт страдаешь потом снова уходишь на обочину и опять конвертируешь это ну в тексты в моем случае да и вот это вот эти американские горки вот мне а моя жизнь вот такой видится вот и спокоя в бурю вот как-то так ты не мог знать а я хотела как раз говорить о том что мне больше всего откликается понятие счастья выражение михаила булгакова он сказал о том что для него счастье это здоровое тело и спокойная душа и ты начал говорить о том что когда тело стало здоровее когда ты смог помочь своему телу успокоилась и душа удивительным образом ты знаешь ты сам вышел на этот разговор но можно и ты мне разрешил это в нашем предварительном разговоре затронуть такую тему поколенческую тему это конечно было и в моем поколении но это был алкоголь а в вашем поколении в поколении уже моего брата он меня на 8 лет младше это уже начались наркотики запрещенные вещества и я так понимаю раз у тебя гепатит c был и как бы ты его лечишь это говорит о том что все-таки это были инъекции и это были запрещенные вещества что тебя остановило болезнь или вдруг ты как бы понял что это просто смерть в моем случае запрещенные вещества были следствием алкоголя то есть я сначала условно ну то есть я сначала напивался а потом когда уже критики нет в голове да она как бы смыта алкоголя там уже что угодно что угодно и поэтому у меня в общем главная проблема была это перестать пить вот то есть то есть потому что все остальное это вот уже производные от этого состояния и то есть я уже там опустился довольно низком почти на дно или на дно я уже там пил на синей хате пил перцовку из аптеки асептолин там и так далее и когда я читал вот как бы твои рассказы я это все проживала вместе с тобой потому что будучи врачом и работая в областной больнице конечно мы видели такие тяжелые случаи когда отказывала печень когда как бы молодые не справлялись но это не было так распространено как сейчас и скажи мне пожалуйста все равно кто кто был тем ангелом который тебе вот просто дал новый вдох новое видение чтобы ну это это смерть еще раз повторю это слово на самом деле тут знаете как у меня ну то есть 23 лет то есть я женат на юли на вашей тезке и и и вот то что у меня есть юля это вот как вот я не знаю какая-то нить путеводная да вот в этом лабиринте вот не нить ариадная то есть она всегда была со мной несмотря на все мои закидоны вот и я всегда знал что она есть и я всегда как бы сказать я не терял никогда надежды выбраться из этого ну то есть просто просто я я замечал что с людьми происходит такой вот то есть он там бухает например там или колется но он внутренне как бы понимает что это надо бросать что что я живу неправильно ну то есть он не принимает этот свой образ жизни он с сам сам внутри себя он говорит ну окей я алкоголик пусть будет так ну окей я наркоман ну ну и ладно и вот это на самом деле конец потому что потому что все как бы вот и то что у меня моя юля вот то что она у меня есть это не давало мне вот так себя повести ну ну то есть это не давало мне внутренне смириться с тем что происходит в моей жизни то есть я я это вот как вот я говорил чего хочу не делаю чего хочу не делаю чего не хочу делаю, вот я таким человеком и был, я вроде не хочу пить там, употреблять наркотики, но я это делаю и не могу никак с этим справиться. Но при этом внутреннее понимание, что это плохо, что это надо бросить, что из этого надо выбраться, оно меня не оставляло на протяжении вот всех этих вот как бы лихих лет. И вот у меня, ну, то есть, мне было куда возвращаться, и мне было, ну, что терять вообще. Ну, вот если бы не Юля, я бы, наверное, и не выбрался. Потому что ты все равно чувствуешь себя виноватым, ты все равно, то есть, в тебе остается ощущение нормы, да, ощущение нормы какого-то стандарта, от которого ты сильно отдалился. Но это ты отдалился, это твоя проблема. Скажи, пожалуйста, это все-таки вот этот фундамент, о котором ты говоришь, который все равно вот сидит в твоей голове, ну, для меня там это кодекс пионера, это комсомольцы, коммунисты, а кто в тебе заложил все равно вот это как бы, что это плохо? Это было в семье? Ну, это было и в семье, потому что мне мама правильные книжки читала. Вот. И там... Спасибо, ты сейчас так правильно сказал, мама читала правильные книжки. Да, то есть мне прямо перед сном, прямо перед сном читали Айвенга, там, Капитана Блада, то есть про жутко благородных мужиков, скажем так. Вот. И, ну, Библия, наверное, Библия, потому что, ну, потому что мне очень удобно через нее, как вот через антивирусник, обнаруживать в себе, ну, вот эти вот неправильные вещи, что ли, да, как бы, ну, какие-то неправильные поползновения. То есть, ну, есть такая расхожая тема, надо принимать себя таким, какой я есть. Но тут ведь проблема в том, чтобы понять, кто ты есть вообще, ну, для начала, да, чтобы себя принять. И на самом деле спасает то, что ты не принимаешь, как бы, свои пороки. Ты с ними не соглашаешься, с ними как-то борешься, воюешь, и тогда у тебя есть шанс, как бы, от них освободиться. А если ты их принял, подружился с ними, и, ну, собственно, и все. Да, простил себя за все и решил, что буду... Это всегда выбор. Буду таким. Да, это всегда выбор. И спасибо огромное, что ты вот и маме благодарен, и Юле благодарен. А вот тяга к чтению, она всегда у тебя была? Нет, на самом деле нет. Нет, я читать не любил, потому что, ну, то есть, мы росли, не было компьютеров, не было сотовых телефонов, и, в общем, вся жизнь проходила на улице. То есть, футбол там, какой-нибудь квадрат, еще что-то. И, ну, энергия, гормоны, и такое статичное времяпрепровождение, как чтение книг, ну, оно просто как бы в голову даже не приходило, что этим можно заниматься. Зато в школе мне попалась хорошая учительница по литературе, Надежда Геннадьевна. Вот, еще один человек, учительница по литературе. Слушай, ну, это замечательно. Вот, Павел, я, честно говоря, как бы, ты же не знал, о чем я тебя буду спрашивать, а ты просто меня ведешь, вот, точнее говоря, твой рассказ ведет по моим вопросам, которые я тебе еще не озвучивала. Поэтому возвращаемся к учительнице по литературе. Прости, появила. Да, она была, она кроме того, что была учительницей литературы, она была психологом, и у нее был очень креативный подход к обсуждению, к преподаванию. Например, она разрешала моему товарищу, Алексею Антипину, читать стихи Пушкина в стиле рэп, тогда набирал популярность этот жанр в нашей стране. А я прочитал Тараса Бульбу, Гоголя, меня так зацепило, и я это пересказал на уроке, и мне поставили пятерку, это чуть ли, блин, не первая пятерка у меня в жизни, это в седьмом классе, по-моему, было. То есть, это же очень простое, ну, то есть, с литературой все очень просто, надо подсунуть ребенку интересную книжку, неважно, какая она, хоть Гарри Поттер, хоть там Тарас Бульба, хоть что, и если ребенок хоть раз кайфанет, его уже потом за уши от этого не оттащишь. А если его еще похвалить, а мы все недохваленные, мы все недохваленные, недолюбленные, вот у меня есть такой концепт, как бы, вот. Соглашусь, соглашусь, да. Всегда приятно, когда тебя хвалят, это правда. Ну вот, и вот как-то это все заработало потихоньку, постепенно. Но особенно читать я начал после 10 класса, лет в 15, то есть, у меня там была какая-то подростковая романтическая история, там, влюбился в девочку-отличницу и решил, что надо немножко поумнеть, немножко книжек почитать. Вот. И, а я тогда занимался боксом, там, что-то дзюдо, то есть, у меня такое было мышление, как сказать-то, дисциплинированное. Ну, то есть, решил читать? Надо читать. Каждый день по часу. Хочешь, не хочешь, надо. Вот как-то так. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, а как тогда вот, вот с такого базиса, с такими вот правильными вещами в жизни, как книги, которые мама читала, учитель истории, учитель литературы, который давал правильные тоже примеры книги, Тараса Бульба, ну, а как получилось так, что ты оступился? Ну, меня из 10-го класса в школе выгнали, я закончил училище в 34-е на автослесаре, который куда-куда почти не ходил, вот. И потом, я читал все больше и больше, потом у меня уже дошло до того, что я мог прочитывать 500-страничную книгу сзади, вот. И там, условно, там в 21-му году получилось так, что у меня никакого диплома, никакой, в общем, профессии, вот. Ну, работа, грузчик, охранник, экспедитор, при этом очень много прочитанных книг вроде не дурак, какие-то амбиции, амбиции, повернутые внутрь, получается, потому что их реализовать не получается, ну, как бы, ну, где, как, работая грузчиком, да, сложно их реализовать. И вот какой-то, какой-то тупик, ощущение тупика, вот, безысходности, просто непонятно, то есть, непонятно, чем я хочу заниматься, непонятно вообще, зачем я родился, непонятно, зачем я тут болтаюсь, чтобы грузчиком работать. Ну, то есть, дело даже не в деньгах, ну, а просто в том, что, то есть, я как-то очень фатально ощущал себя почти, ну, то есть, я везде ощущал себя не на своём месте. Вот, и места это не мог найти. Вот как-то так. Скажи, пожалуйста, вот вся ситуация, которая сейчас у нас разворачивается в стране, это тоже у тебя, вот, у твоего поколения есть ощущение фатальности? Ну, у меня есть ощущение, что я живу при геронтократии. Вот, и у меня есть ощущение, что несколько поколений съедены. Ну, то есть, президент Франции Макрон, мой ровесник. Подожди, ты что, тебе 34, а ему 40, ты что, ты уж как бы совсем уж приблизился. Ну, почти, ну, 40. Ну, я понимаю, ты знаешь, вы понимаете, да, о чём я? Да, я понимаю. То есть, мы даже этого, то есть, это у нас даже в голове это не укладывается, что у нас 40-летний президент, например, может быть. То есть, дело даже не в персоналиях именно там, кто хороший, кто плохой, а просто в том, что жизнь, это процесс текучий, вот, а у нас как бы, ну, плотина получается вместо вот этой текучести, вот, и это можно проследить повсеместно. Ну, ты знаешь, как бы, а может быть, как раз вот в этом, в этой предсказуемости есть как раз баланс и есть, знаешь, как бы, такая понятная гармония вот такой спокойной жизни? Нет, если бы это была спокойная жизнь а-ля Швейцария, вот, то это одно. А я же, ну, ездил, я видел, как в Кизеле живут, видел, как в Нырабе, я знаю, что происходит в Забайкале, вот эти все АУЕ, это нищета, как бы, ну, не знаю, у меня бабушка всю жизнь работала, у ней пенсия 16 тысяч в месяц, ну, ну, как бы, ей, то есть, дело тут, опять же, не столько в деньгах, сколько в человеческом достоинстве, вот, как, как, как ни крути, оно связано с тем, что ты можешь себе позволить, да, то ли у 70%, то ли у 80% россиян нет загранпаспортов, и я, как бы, то есть, у меня нет уверенности, что это связано с нелюбопытством, а что там за границей, повальным, просто, ну, вот, ну, вот, как бы, вот, люди в черном теле, вот, у меня такое ощущение, потому что я работал на заводе, например, на ПЗСП, я знаю, как там ЧОП стоит, как там люди живут, и я не против стабильности, но давайте пусть она тогда будет, как в Швейцарии, хотя бы. Ну, это, мы с тобой этот вопрос не решим, и сегодня я знаю, что в Перми прошли демонстрации, слава Богу, не было конфликтов со стражами и законами. Перми хорошо, да. Да, слава Богу. И мы с тобой находимся сейчас, как бы, в разных совершенно местах, и однозначно каждый из нас волен выразить, как бы, свое отношение к происходящему, но я с тобой соглашусь, что очень важно, чтобы менялось, но менялось в какую сторону? Вот здесь, мне кажется, это как раз задача уже такого вашего поколения, чтобы определиться, а что такое будущее, а что мы хотим вообще, как бы, как мы хотим меняться. Вот я не случайно сказала тебе о том, что для меня близка фраза про счастье Булгакова, о том, что это здоровое тело и спокойная душа, но я тебе именно как писателю задала в начале эфира этот вопрос, а вот как может быть душа писателя, музыканта, творца быть спокойной? Вот как, как, как вот тогда, тогда это не про счастье? Вот меня вот этот вопрос очень волнует, потому что я понимаю, я знаю очень много творческих людей, и они в основном все, конечно, эмоциональные, интульсивные, то есть в моем окружении творческих людей спокойных, не энергичных нет. Нет, ну спокойствие все-таки не синоним счастья, ну тут вот знаете интересный момент, вот у нас вообще про счастье, на мой взгляд, умел только Пушкин писать, вот по-настоящему про счастье, не про страдание, не про там Раскольникова, вот, и князя Нехлюдова, а вот про счастье, вот это Пушкин, вот, и мне кажется, что, в общем, то есть творчество, это отражение того, что внутри человека происходит, ну вот мы читаем Достоевского, и мы все это видим, каторга, приговорили к казни, да, это вот такая судьба, и такая литература у него, да. Я тебе хочу сказать, что когда я начала читать в Фейсбуке твои рассказы, я просто, ну ты знаешь, я говорю, мне было страшно, потому что я все равно, вот, во мне сильно отрицание, то есть мне, мне как бы не хотелось верить, что это, знаешь, происходит в данный момент жизни, хотя же я понимаю, что ты писал именно о том, что ты проживал, понимаешь, а вот как глубоко там, моё воспитание противилось этому, что это есть, что это, что люди так живут, и точно так же, как бы у меня сейчас, знаешь, вот это внутреннее сопротивление тому, что происходит, и я понимаю какое-то своё бессилие, потому что, ну а как я могу эту ситуацию изменить? А я понимаю, что перед вами-то, если не будет у вашего поколения перспектив для развития, если вы как бы не увидите вот эту звезду восходящую, то, конечно, вам кроме как научиться быть счастливыми в моменте, спокойными, не выступающими, другого способа нет. Ну да, да, и вот по поводу писательства ещё я добавить хотел, что, то есть, попытка как-то это препарировать, мне кажется, ну любые попытки препарировать, разобрать на составляющую вот этот творческий процесс, они обречены на провал, потому что ты не понимаешь, почему ты пишешь то, что ты пишешь, и как это вообще происходит, то есть вот, какая-то метафора залетела в голову, ты начал, ты записал эту метафору, за ней ещё какое-то предложение, это пошло-пошло-пошло, и что-то вылезло, то есть в каком-то смысле, вот в моём случае, писательство похоже на самопсихоанализ такой, какой-то, да, то есть ты что-то из подсознательного, у тебя вот из подсознания вырываются какие-то вещи, и они тебя освобождают. А вообще вот этот процесс божественный, то есть вот это вот рождение, это божественное, или как бы это вот всё-таки вот из подсознательного, и ты выписываешь всё, что-то? Ну, мне кажется, то есть я даже затрудняюсь его как-то классифицировать, но я могу вот так сказать, мне, например, плохо и тяжело, я засел, написал рассказ там за 4 часа, и мне стало классно, то есть пока я пишу, мне классно, и после рассказа мне классно, и у меня такой приятный отходняк, то есть меня так било, лихорадило, пока я его писал, меня так пёрло, и потом у меня вот отходняк, и я даже вот у меня там, я не могу спать, я написал рассказ, и у меня чувство глубокого удовлетворения, какого-то освобождения, какого-то счастья, вот, И я ложусь спать, и я прямо вообще довольный, как кот сметаны наелся, просто вот лежу, улыбаюсь, и всё. То есть сам себе как бы и жнец, и надуге, и грец. И родил ребёнка, родил ребёнка рассказ, книгу. Ой, слушай, спасибо тебе огромное, Паш. Мне кажется, ты знаешь, вот удивительным образом ты предварил все мои вопросы, ответил на них сам. Ты знаешь, что мы можем сказать тем людям, которые нас слышат сейчас? И мне очень приятно, что пишут, что Пашин талант от Бога, кто-то там привет с пролетарки тебе передаёт. Ты знаешь, у нас с тобой есть что-то очень-очень общее. Ну, я тебе дам наводку. Или, может быть, ты сам подумаешь, что у нас с тобой есть общее? Ну, мы за счастье. Мы за счастье, это правильно. Слушай, я об этом не догадалась, мы за счастье. Так, а второе, я тебе напомню, просто мы с тобой в разных районах, да? То есть я из Матавилихи, и ты из пролетарки. И каким вопросом мы объединялись, несмотря на разницу возраста? Как ты думаешь? Не знаешь. Хорошо. Когда ты ехал в город, в Пермь, как ты говорил? Ты садился на общественный транспорт и говорил, я еду в город, правильно? В город, да. И я точно так же. Когда я садилась на общественный транспорт из своей Матавилихи, я говорила, я еду в город. То есть, понимаешь, вот этот рельеф нашей местности, ты за кама, я на холме. Да, то есть этот рельеф, он сделал сам центр города, это городом, а мы с тобой, получается, что на окраине. И в этом наша с тобой общность, но вместе с тем она у нас с тобой революционная. Ты из пролетарки, я из революционной Матавилихи, и мы с тобой за счастье. Спасибо тебе огромное. Я очень рада, что ты откликнулся на мое предложение. И, пожалуйста, скажи свой рецепт счастья для тех, кто нас слушает сейчас и для тех, кто будет слушать потом. Знаю, что это непросто, но, мне кажется, всё начинается с предельной честности с самим собой. Вот, ну то есть я вот помню, как это было мне тяжело, например, признать, что я алкоголик. Вот, ну вот пока этого признания, да, не случилось, никаких, в общем, перемен не было. И там тот же гепатит лечить, признать, что ты, ну вот сейчас жить с диабетом. Это, как бы, не знаю, как женщинам, мужикам это очень сложно признавать, что ты, как бы, чем-то болен, ты не излечишься, и как-то с этим вот научиться жить и так далее. Это тоже всё о честности с собой. Вот, 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 надо быть честным с собой. Это больно, это неприятно, но с этого всё начинается. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю бесконечно за то, что ты поблагодарил маму, за то, что ты поблагодарил свою Юлю. Время Юлит – это моё сейчас любимое выражение. За то, что ты поблагодарил своего учителя, за то, что ты творишь, за то, что ты хочешь менять мир к лучшему. И для тех, кто нас сегодня слушал, напоминаю, что у нас был замечательный сегодня пермский писатель. Сегодня меня попросили охарактеризовать тебя в двух словах. Я сказала «пермский писатель». И ты молодой, подающий надежды и уже награждённый, поэтому тебе огромных успехов и счастья того, какое оно есть и хочется. А мы вас всех благодарим и ждём следующую субботу. Я ещё не знаю, какое это будет счастье, но счастье с нами. И мы за счастье. Спасибо большое. Спасибо. До свидания всем. До свидания, Павел. До свидания.